Продолжение следует... 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 спасибо по многим источникам и пишут что больше всего естественно в кризисе сейчас по крайней мере в россии пострадали олигархи я не уверен что термин олигархии является приемлемым в данном случае потому что олигархами называют тех кто обладает властью исходя из определения самого слова лица которые являются богатыми в российской федерации как вы знаете далеко не всегда не все по крайней мере те кого часто имеют ввиду обладают реальной политической властью некоторые из них обладают только деньгами или по крайней мере некоторое время еще обладают деньгами а вот люди которые обладают властью и в силу этого обладают деньгами другие люди почему-то олигархами не называют поэтому некоторых из тех богатых людей которые понесли существенные потери в председатель финансового пресса ждет государственная поддержка так сказать вот то что называется bailout спасение этих средств в полном или частичном объеме подачи ну на самом деле вы наверно догадываетесь и сами обладаете соответствующей информацией что некоторые из них последующую поддержку получит а некоторые сдадут свои активы другим лицам которые на самом деле являются олигархами и этот процесс собственно и с большой скоростью активизирован с помощью тех государственных средств которые просто переданы это беспрецедентное событие в истории страны когда средства в размере 12 процентов ввп средства составляющие близкие по размерам почти 200 миллиардов долларов то чтобы было объявлено в разных формах по разным каналам по сути дела будет переданы частными лицам государственных средств для многих из вас не является секретом что я скажем являюсь 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 достаточно большим противником развитие разнообразной популистской политики раздачи средств кому бы то ни было но должен сказать что распределение государственных средств в том числе и средств которые накапливаются страной равным образом для всех граждан страны является пусть не самым лучшим но гораздо менее неприятным вариантом использования этих средств передача же этих средств очень узкой группе людей причем эта группа действительно является чрезвычайно узкой и тем более для перераспределения активы перераспределение собственно и восстановление монопольного контроля за российской экономикой это совсем другие вещи совсем другие действия спасибо пожалуйста закончена есть и другие цели кроме под того что территории там один из нас есть и несколько ожидается ли какие-нибудь провокации что большая цель вы знаете я не могу прогнозировать данном случае потому что это надо на руководство россии спросить но мы можем судить по крайней мере в данном случае мы пытаемся реконструировать здесь никто не обладает вот знанием никто не смотрел секретные документы если бы смотрел секретные документы точно об этом бы не говорил мы занимаемся только тем что на основе открытых документов документов которые известны всем которые открыты которые мы можем анализировать запоставлять сравнивать выявлять где находится дезинформация а такой кстати говоря немало и должен сказать есть с разных сторон а вот анализировать эту информацию и делать соответствующие выборы что мы можем сделать какой мы можем сделать совершенно беспрецедентная по неприемлемости лексика использовавшиеся и используемая российскими руководителями в адрес грузинского руководства в течение двух с лишним последних месяцев показывает высокий совершенно беспрецедентный уровень фрустрации такого разочарования и прямо скажем обозленности в связи видимо с тем что тот план план а замену который имела российского руководства в самом начале был сорван и не был выполнен и силу того что пришлось дать тот приказ на который собственно говоря которого никто не ожидал и мы не ожидали войсках потому что войсках везде были распространены там документы что мы идем на тбилиси и засетей и идем на тбилиси и в авказии собственно две цели были так и объявлены значит и даже несмотря на соответствующий приказ несмотря на то что приказ был выдан 12 августа несмотря на это после это движение российских войск естественно правда как мы знаем продолжалось и лишь совсем недавно часть российских войск покинула часть грузинской территории поэтому вот это ощущение фрустрации она сохраняется дело в том что за последние четыре с половиной года для вас это не является большим секретом российское руководство применяло разные методы по для дестабилизации грузинского режима начиная от перекрытия поставок энергоносителей потом внезапного взрыва в течение двух минут всех трубопроводов и всех линий электропередач в горах табказа затем торговые санкции потом торговую блокаду потом экономическую блокаду транспортную блокаду визовую блокаду там тоже были соответствующие попытки террористических актов а наконец военные действия и несмотря на весь этот широчайший набор инструментов одна из важнейших целей до сих пор не выполнена остается только подумать какие еще инструменты остались вот и какие инструменты в этой ситуации могут быть использованы и собственно говоря вот в вашей стране грузии в общем об этом не скрывают о том что ожидают соответствующих мер и даже вроде говорят какие-то там признаки это наблюдает это первое а это если мы посмотрим с другой стороны в общем о том что будет война в общем может быть грузии этого не знала потому что до поздней ночи 7 августа никто там про войну не говорил если же вы посмотрите я очень рекомендую всем участникам нашей встречи просто зайти на ресурсы осетинские южной осетии государственный комитет по информационной политике южной осетии республики южной осетии осинформ осетинское радио они все лежат в интернете а также на блоге осетинских блогеров вы увидите что конца июля везде идет один и тот же будет будет война обязательно будет война мы готовимся к войне мы дойдем до тбилиси и самое главное чтобы только 58 армия нас не бросила нас поддержала это просто вот сплошник вот идите это не 8 августа это не когда-то это начинается как минимум там с июля этого года от своих личных впечатлений вот пребывания в южной осетии много чего было интересного я бы сказал так вот есть три тезиса которые прямо скажу запечатлелись как бы вот в моей памяти три тезиса который я слышал лично непосредственно от вот тех коллег с которыми мы встречались там в южной осетии тезис 1 мы выгнали грузин из грузинских англаву в южной осетии мы разрушили этого и заняли земли это хорошо теперь это наше люди говорили совершенно открыто откровенно прямо независимо ничего это первый тезис второй тезис как жаль что нам не дали зайти до тбилиси и третий тезис заключался в следующем касался возможных там предположений там не мной сделать других людей о том что возможно там российские войска обстреливали с кинвали там либо градами как теперь подтвердилось либо авиации что тоже очевидно подтвердилось вот ответ был такой если бы русские что-нибудь тут сделали мы бы их вырезали это цитата должен сказать что это цена на прозвучал из уст очень высокопоставленного лица республики южной осетии поэтому я бы сказал так сегодня эта война не закончена это лишь один из этапов и вне всякого сомнения будет продолжение я бы сказал что российские войска сейчас в южной осетии находящийся там как известно в нарушении всех принципов международного права и шести пунктов плана саркази но является своеобразным таким ножом представленным гору грузии я бы такое сравнение использовал и это уже зависит от усилий очень многих сторон для того чтобы вот как этот нож будет использован спасибо так пожалуйста ваш вопрос скажите пожалуйста если вы поняли вы говорите что российская водительская использует фондовый кризис в целях каким-то образом перераспределения национальной экономики не происходит ли то же самое в Соединенных Штатах Америки то есть не используется ли тот самый финансовый кризис нет вы знаете конечно любой кризис это всегда перераспределение активов это всегда перераспределение собственности между различными собственниками но если вы посмотрите я так понимаю ваш такой подскудный вопрос что может быть российские власти делают то же самое что делают американские власти серьезно не отмечаются что вы просто посмотрите американские власти не предоставляют узкие пакеты вот эти вот эти средства узкой группе банков нет они создают механизмы при котором любой потенциальный заемщик может воспользоваться средствами а в принципе механизм предоставления другой я не поддерживаю этот механизм я считаю его ошибочным это совершенно стандартный механизм государственного вмешательства в экономику иногда его называют мягкая национализация или социализация по разному можно это называть по крайней мере это в русле всего того что делалось последние 200 лет в разных странах мира и в этом смысле американские власти помогают тем или пока не представляет возможность помощи тем кто совершил экономические ошибки кто принял неэффективное решение но кто сам по себе принимает решение получить эти средства или не получить средства в российской ситуации и российская ситуация прямо предположена этому не заемщики определяют это определяет русская группа банков в частности вы знаете это ИВЭП будет предоставлять эти средства и такие самые слабые участники российского экономического рынка как Роснефтегастрон нам рассказывали в течение летнего времени что это капитана российского бизнеса самая крупная и самая сильная которые вытягиваются в российскую экономику вперед но теперь вот мы узнали кто нуждается тот кто нуждается в помощи является самым слабым жилом по определению спасибо пожалуйста в Польше скажите пожалуйста является ли падение цен на нефть в кластровце для России спасибо давайте все таки определять что является падением цен на нефть сейчас цена на нефть находится на уровне 70 долларов за баррель чуть больше года там и назад в августе я просто помню это август 2007 года они ходили на уровне 50 долларов за баррель ну такое падение ну то что она упали у нас беспрецедентно высокого уровня 140 долларов за баррель ну конечно это падение но оно было краткосрочно а если говорить о том на каком уровне цены на нефть находились всего лишь год тому назад чуть больше года тому назад это по прежнему рост если же мы сравним эту цену на нефть со среднегодовой ценой на нефть которая наблюдалась последние даже 10 лет не говоря что 20-30 лет или 160 лет в течение которых добывает нефть то нынешняя цена на нефть по прежнему находится существенно выше всех этих среднегодовых трендов поэтому пока в настоящее время о существенном снижении цен на нефть относительно долгосрочного тренда для России не приходится Россия по прежнему находится в чрезвычайно благоприятном положении относительно долгосрочных трендов спасибо так пожалуйста и еще я просто хотел бы сказать поскольку нефть сказали извините Юля одну секундочку должен сказать что если мы вы или мы или все вместе посмотрим на динамику хотя бы фондовых инвекций или динамику экономического роста или динамику основных экономических показателей стран нефтеэкспортеров то выяснится что вот это объяснение которое мы иногда слышим что российские экономические проблемы российские финансовые проблемы вызваны падением цен на нефть это все улетает просто а под этим не остается никакого основания потому что многие нефтяные страны многие страны нефтеэкспортеры имеют совершенно другие показатели развития фондового рынка некоторые из них ну вот сейчас они уже в октябре перестали расти а некоторые росли в течение третьего квартала я приводил этот пример уже одной из нефтяных стран является например нефтеэкспортеров Вьетнам и понятно что Вьетнам является экономикой меньшей менее развитой более так сказать вот подвержены различным кризисам что происходит в Вьетнаме в Вьетнаме за третий квартал фондовый индекс вырос на 33% в России он упал на 45% две нефтяные страны вопрос какое отношение цена на нефть имеет к падению фондового рынка в России если в Вьетнаме он вырос если мы посмотрим в каких странах сегодня вот даже на сегодня на 17 октября нету кризисов фондового рынка среди них есть Бахрейн и среди них есть Кувейн две страны крупнейшие нефтеэкспортеры относительно размеров национальной экономики численности населения у них только в октябре появилось незначительное снижение фондовых индексов а до этого у них либо колебал либо были колебания относительно одного уровня либо даже не был некоторый рост это еще раз показывает что проблемы с которыми сталкивается сегодняшняя российская экономика имеют происхождение не за пределами нашей страны по крайней мере в очень небольшой степени за пределами нашей страны это прежде всего наши собственные проблемы прежде всего проблемы связаны с действиями российских востоков спасибо большое пожалуйста у меня такой вопрос вы бы сказали что ночью с первого начинают начать эвакуации околченцев и военных российских на территории Южной Осетии первый вопрос откуда эта информация и второй вопрос если эта информация вообще имелась то она почему действие соотношения просто не объясним зачем она так с меньшей численность эвакуировки пошла на стену первое эвакуация началась 2 августа официальное признание перехода добровольцев в кавычках на территории Южной Осетии фиксируется с 3 августа это официально а не официально можно догадываться что касается российских нахождения российских войск то опубликовано они находятся пожалуйста в интернете все воскресенные доступы сообщения целого ряда российских офицеров о том что они находятся уже в течение недели в горах и холмах вокруг Схинвали и видят как происходит каждый день происходят перестрелки по целому ряду данных которые сейчас доступны идентифицированы по крайней мере четыре российские воинские части подразделения которых находились на территории Южной Осетии до 7 августа опубликованы переклады телефонных переговоров на Рокском перевале в ночь с 6 на 7 августа когда проходила одна из воинских колонн включавшие бронетранспортеры и танки и грузовики российские военные которая прошла на территории Южной Осетии в ночь с 7 августа двигалась следующая колонна только выяснилась не одна колонна а несколько колонн в данном случае грузинская разведка смогла зафиксировать лишь часть переходивших войск в размере 150 единиц утром в 5 часов 30 минут утра когда расцвело и когда грузинский самолет разведчик оказался на территории около Рокского перевала он зафиксировал что от Рокского перевала до Джавы а это порядка 40 километров вся дорога вся ущелье забита войсками техникой российскими нет технической возможности направить такое количество войск даже если бы эти войска дежурили на перевале и только ждали вот наступление грузинских войск они начали движение до Донго это просто технически подтверждается что касается решения грузинских властей начинать операцию как говорится есть разные точки зрения есть и в Грузии идет кстати говоря очень кстати говоря отличие демократической страны пусть даже не совершенно демократической страны но демократической страны есть очень серьезное обсуждение того насколько оправданы были действия грузинского руководства и грузинская оппозиция очень критически относится к грузинскому руководству за эти действия. И многие из них выступают и критикуют. Нино Бурджанад запубликовала свои 43 вопроса Михаилу Саакашвили относительно этих решений. Что можно сказать? Это, конечно, еще раз скажу, такие вещи, о которых, может быть, нам в России и людям, скажем, мышлением, сформированным другими расстояниями. Нам это трудно понять. У нас военные конфликты, это Наполеон, который шел от Немана до Москвы в течение четырех месяцев. Или, значит, вот гитлеровские войска тоже двигались от Бреста до Москвы в течение тоже там четырех месяцев. А в маленьких странах расстояния другие, и мышление, и политическое, и геополитическое, и военно сформировано другими расстояниями. Расстояние от Схинвали до Гори 27 километров. И на машине проезжаешь за 20 минут. На танке за час. От Гори до Тбилиси 70 километров. Это три часа движения, неспешного движения танковой колонки. Спасибо. Поэтому, я прошу прощения, поэтому мне трудно, меня там не было, и со мной там не делились этими размышлениями. Но мне кажется, что когда у грузинского военного руководства на руках оказались данные, подтверждающие наличие вооруженных сил, примерно в 4-5 раз превышающих, как по наличной живой силе, так и по технике, прежде всего по танкам, в 4-5-6 раз превышающих всю группировку, которая находилась в них, там одна бригада находилась, основная часть грузинской армии находилась на западе, напротив Абхазии, одна бригада грузинской армии находилась еще в Ираке. Министр обороны находился в Испании. Страна готовилась к интервенции, к захвату Южной Осетии. А сам господин Саакашвили собирался в 11 часов вылететь на Олимпиаду в Пекин. Как выяснилось и как, собственно говоря, события потом показали, у грузинских военных не было реального плана. У них не было реального плана операции. У них не было даже намерений, там было много обсуждений, почему грузинские военные не разбомбили Рокский тоннель, не взорвали его. У них даже в голове этого не было. Они даже об этом не размышляли. Решение, которое они принимали в ночь на 7-8 число, заключалось в подавлении огневых точек, вешавших уничтожающий огонь по грузинскому анкламу, находящимся на дороге к Транскаму, и попытка остановить те вооруженные силы, они думали еще тогда, что те вооруженные силы, которые проходят по Рокскому тоннелю, будут использовать осетинский флаг, что это будут так называемые добровольцы, что это будут использоваться в качестве официальных нерегулярных частей российской армии. И вот для остановки этих войск они и начали эту операцию. Надо сказать, что до этого, начиная с 3 августа, грузинское правительство неоднократно обращалось к российскому правительству. А как только они стали зафиксировать массовое передвижение вооруженных сил и техники через Рокский тоннель, они неоднократно обращались к российским властям об установлении совместного контроля за Рокским тоннелем, с тем, чтобы вооруженные люди не проходили через тоннель. Это обращение сделано 3 августа, 4 августа, 5 августа, 6 августа. Ни на одно из этих обращений российские власти не ответили. Они ответили 6 августа занятием частей Федеральной подрагоничной службы Южного портала Рокского тоннеля, тем самым продемонстрировав, каковы реальные намерения российских властей. И несмотря на то, что грузинские власти неоднократно обращались и в ООН, и в Европу призывом обратить внимание на то, что происходит на границе, а при этом со стороны Европы и Запада было одно – никто не собирается воевать с Россией из-за Грузии. И по сути дела для грузинского руководства, грузинское руководство было поставлено перед фактом. Либо они сдаются, примерно так же, как Эдуард Бенеш в 1938 году сдал студенскую область Числава Киевни. Ну, история знает, что произошло после этого. Либо они будут делать то, что они смогут сделать своими силами. И то, что в данном случае грузинское руководство сделало, это, по сути дела, повтор действий не Эдуарда Бенеша в 1938 году, а Карла Густава Маннергейма, бывшего генерала-диктанта, генерального штаба Российской императорской армии, а в то время командующего финскими войсками в Зимней войне 1939-1940 года на Корейском перешейке. Аминь, да, все еще можно в хорошем отличие, но вопрос у нас на другом предприятии еще есть. И очень много вопросов. Пожалуйста, немецкая волна, да? С одной стороны, конечно, мокализация в финансовом и банковском секторе, который сейчас происходит, то есть «Островка», как он называется. С другой стороны, 1100 банков, которые работают в территории России, и часть из которых, ну, причиненно не являются участными, это тоже другая пространство. По вашим оценкам, кстати, я экономистов сказал, не плохо было бы в нечести, пользуясь кризисом этой возможности. По вашему оценку, так ли это, можно ли сейчас использовать кризис, все-таки навести какой-то порядок в банковском секторе? Владимир, на это неволе я хочу соответить словами российской классики. А судьи кто? Кто будет? Кто считает? Кто честный, кто нечестный? Кого надо учащать, а кого не надо учащать? Кто это может? Кто обладает такими полномочиями? Кто обладает такими ресурсами? Когда, конечно, господин Иванов делает заявление, что, значит, хорошо бы там почистить, но это понятно, потому что отражает его склонность мышления. А такое отношение это имеет к экономике? Вычищает экономический кризис, вычищает экономические силы. Если ты сделал неверное решение, если ты не можешь осуществить эффективную инвестицию, экономика тебя наказывает. Но это оказывает не вице-премьер Сергей Иванов, или другой вице-премьер, или какой-то иной. Это делает кризис. И поэтому как раз вмешательство властей, помощь одним, своим или нашим, и вычищение других, это означает как раз осуществление той самой, повторение той самой политики, те самые действия, которые российские власти осуществили в политическом секторе России. Зачистка одних и помощь другим, своим и нашим. Спасибо. Пожалуйста, Ёжка. Можно, да? Светлая Володьевна, Таймс. Я просто понять хочется. Вы очень много сказали про российскую агрессию, в том, что касалось Грузии. И очень мало сказали про грузинские цели. Просто хочется вашу позицию понять. Это всё-таки Россия напала на Грузию, а Грузия оборонялась? Вы так считаете? Вы знаете, для ответа на ваш вопрос надо просто посмотреть. Какова государственная граница Российской Федерации? Где она пролегает? И какими документами регулируется использование российских вооруженных сил за пределами Российской Федерации? Являлась ли грузинская территория, общая Грузия, признанным независимым, самостоятельным, суверенным государством? Признавались ли грузинские границы, государственные границы Российской Федерации? Ответ признавались всё время, вплоть до 8 августа и вплоть до 26 августа 2008 года. Если вы посмотрите на все документы, принятые и объявленные российским министерством иностранного дела, российским правительством, российским президентом, кем угодно, территориальная целостность и суверенитет Грузии, включая и над этими регионами, признавалась Российской Федерацией, так же, как и всеми другими государствами, вплоть до 26 августа 2008 года. Согласно Уставу Организации Огненных Наций, использование вооружённых сил любого государства, независимо от того, какими целями это мотивируется, признаётся агрессией. И согласно определению Устава Организации Огненных Наций, действия Российской Федерации против Грузии являются агрессией. Ни один грузинский солдат не перешёл на российскую территорию. А фамилия Схидвалия кто? Схидвалия является грузинской территорией, и является территорией, находившейся под являющейся частью Грузии, согласно международному праву... Схидвалия сам себя подъявили, ну, пожалуйста. Секундочку. Нет. Согласно международному праву, признанному Российской Федерацией, признанным многократно российскими властями, Южная Осетия и Абхазия являются частью территории Грузии, до тех пор, пока они признаны и доли. Поэтому ещё раз скажу. Грузинские войска не переходили российскую агрессию в Ниццу. Грузинские летательные аппараты не пересекали российское воздушное пространство, не бомбили российскую территорию и так далее. Грузия агрессии против России не осуществляла. Но я не против агрессии. Нет, вы же спросили меня, да? Мы, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нет, чтобы ответить на любой вопрос, мы должны опираться на определённые документы. Что касается документов, документы есть. Есть Устав Организации Объединённых Наций. И если вы посмотрите эти пункты, как минимум пять пунктов Устава Организации Объединённых Наций были нарушены, грубым образом нарушены российскими властями. Если мы посмотрим на Конституцию Российской Федерации, которая чётко и недвусмысленно говорит, использование российских вооружённых сил за пределами страны осуществляется исключительно по решению Совета Федерации. Совет Федерации таких решений не рассматривал, такого решения не принимал. Это нарушение Устава ООН, это нарушение Конституции Российской Федерации. Наконец, если не ошибаюсь, 7 июля 2008 года опубликована концепция внешней политики Российской Федерации. Она висит на сайте президента Российской Федерации, по-прежнему висит. Там есть соответствующий раздел, называется «Миротворческие операции», поскольку вот эта операция была названа «Миротворческая». В нём вы сейчас зайдёте на сайт и прочитаете, чёрно-по-белому. Российская Федерация участвует в миротворческих операциях на территории других стран просто и исключительно по решению Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо, да, пожалуйста. Андрей Николаевич, вот мы для основных вопроса экономики, вискленту юрия, знания недвижимости, я вас здесь. Сейчас как-то обсуждается много вариантов о комбусе церкви распространяется на недвижимость, как поважено, находится ли он в кризисе, когда или они откинулись в кризисе, и нужно ли помогать беззвездно таким образом? Спасибо. Вы знаете, смотря что считать, опять-таки, кризисом, то есть определённое сокращение экономической деятельности явно наблюдается. Но если посмотреть на уровень цен, которые наблюдаются на рынке недвижимости, хоть в Москве, хоть во всей стране, он превышает, честно говоря, уровни цен в Европе и в Соединённых Штатах Америки. Если мы считаем себя более богатыми, ну, для российских граждан, более богатыми, чем европейцы и Соединённых Штатов, или американцы, то мы должны признаться, это не так. Это далеко не так. Поэтому одной из функций кризиса невольных является приведение цен на реализуемую продукцию в соответствии с платежеспособным спросом, в соответствии с реальностью, в соответствующей экономике. Поэтому, оставляя даже в стороне помощь кому бы то ни было, потому что она является, мы уже неоднократно говорили, является распределением ресурсов от хорошо работающих, плохо работающих, от ответственных инвесторов, безответственных инвесторов, да и так далее. Но дополнительно в этом конкретном случае, в случае с рынком недвижимости, это ещё означает, что соответствующая помощь, осуществляется ли она федеральным правительствам или, например, московским правительствам, означает навязывание потребителю завышенных цен на недвижимость. И таким образом попытка заплатить за кризис, за свои неэффективные решения в очередной раз за счёт потребителя. Так, ещё вопрос, да, пожалуйста. – Здравствуйте, Владимир Николаевич, Реа Новости. По кризису на фондовом рынке, скажите, пожалуйста, когда всё-таки он прекратится, говорят, снижается на акции, где-то дно, по вашему мнению. И по кризису к уголому, кто всё-таки не выдержит вот это напряжение? Вы говорили, что об этом указал себя скром, рост, нефть, что они рухлищи? – В нормальной рыночной экономике это привело бы к серьёзной реструктуризации деятельности этих компаний, к реализации излишних активов, к распродаже, к сокращению занятости, к ликвидации излишних звеньев и так далее. Но если вы посмотрите на те операции, которые осуществляются этими компаниями, то ещё, похоже, на это не напоминается. – «Газпром» завершает целый ряд сделок по приобретению новых активов в Европе и за пределами Европы. То же самое дело осуществляет Роснефть. А тут недавно я увидел на сайте «Газпрома» замечательное объявление о том, что объявляется тендер «Газпромом» на приобретение оборудования для конюшни «Газпрома», а также цветных автоматизоров, и там чего-то ещё такого, что, естественно, подтверждает глубину кризиса для «Газпрома», который необходимо поддержать миллиардами долларов из государственных валютных резервов. Собственно говоря, если мы пройдёмся по тем решениям, которые реально, если бы хотя бы даже у нашего правительства, оставляя в стороне даже общественность и даже наш парламент, но хотя бы у нашего правительства, хотя бы у него была бы информация о реальных расходах этих компаний. Но даже у них этого нет. А всё-таки кто рукнет? Руловать ему мнение, вообще своё мнение. Ну не выйдет, это произойдёт не то, что рукнет, произойдёт, как вот коллега тут выразился, вот, покинувший на нас, значит, как произойдёт зачистка. И, к сожалению, видимо, защищать будут как раз эффективно работающих, но самостоятельно. Вот у меня, к сожалению, такие плохие прогнозы. А вот неэффективно, и, скорее всего, не рублю. Спасибо. Пожалуйста. Что с рублём будет? Значит, мы видим, что делает сейчас Центральный банк. Центральный банк, несмотря на наличие по-прежнему огромных полётных резервов, которые сократились за последние два месяца на 70 миллиардов долларов, это 12% от пика, который был, кстати, на 8 августа был пик валютных резервов, тоже, кстати говоря, не случайное совпадение, очевидно. Вот, значит, несмотря на такое сокращение, что валютных резервов достаточно много. Правда, тут большие аппетиты обнаружились у соответствующих государственных, в базе государственных компаний, в базе государственных банков. Поэтому Центральный банк, страхуясь, принял решение приступить к девальвации, мягкой девальвации рубля, которую я сочисляю последние два месяца, в результате которого рубль вот снизился, курс рубля снизился на 13%. Я не буду давать прогнозов. С моей точки зрения, значит, вот, Центральный банк в данном случае страхует себя, прежде всего, и в том числе делает то, что может привести к восстановлению экономического и промышленного роста, о временном прекращении которого я говорю в самом начале. Соответствующее снижение номинального курса и реального курса рубля может в качестве одного из возможных последствий привести к повышению конкурентноспособности реальной экономики и к тому, что тот фондовый кризис, который наблюдается сейчас, и финансовый кризис, и кредитный даже кризис, который наблюдается, не перерастет в полномасштабный экономический кризис в российской экономике. Так что в данном случае просто Центральный банк делает то, что считает нужным, но при прочих условиях можно сказать, что могут. Такие действия имеют право на существование, разумные. Какие разумные границы? Разумные границы, они от нуля до бесконечности. Понятно ли отмена бесконечности до предстоящего зависимости от какого-то показателя? Нет, но это зависит от того, какие решения будут приниматься, что будет с бюджетом, как быстро будут использоваться валютные резервы. Сейчас пока валютные резервы достаточно для того, чтобы покрыть резервные деньги. И поэтому, строго говоря, даже такая девальвация не является необходимой. Но ЦБ, решивший быть более аккуратным, решивший на всякий случай, потому что он понимает, с кем имеет дело, решил на всякий случай подстраховаться. Но мы будем делать правильно. Спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует... Как известно, люди живут в любых условиях. И есть такие примеры стран, но здесь и Куба, здесь и Северная Корея. И должен сказать, что с трудом, но люди живут и там. Даже есть вот Южная Осетия. И там даже люди живут. Китай живет хорошо. Китай еще близко к этому, конечно, не наблюдается. Китай одна из самых демонополизированных и одна из самых предпринимательских экономик в мире, более динамичная и более конкурентная, чем даже экономика США по реальной жизни. И это даже не только связано с экономической политикой, но отчасти и с неким культурным генотипом, когда люди от рождения просто от вылупели до подвозка, просто находятся в высочайшей конкуренции с одним миллиардом, и с вами миллионом своих сородичей. Это создает совершенно иное состояние конкуренции. Поэтому еще раз скажу, люди живут везде, только по-разному. Конечно, в долгосрочной перспективе такая модель близкого к монопольному контролю за экономикой успешной не бывает. Это, по крайней мере, пока это не восстановление Газплана. Пока, конечно, это не восстановление и не создание чего-то подобного Северной Кореи, Кубе или Южной Осетии, которые, кстати, по экономической модели мало чем отличаются от Северной Кореи. Это пока еще не то. Но, конечно, это существенное движение именно в этом направлении. Дополнительный вопрос можно? Дополнительный вопрос можно? Пожалуйста, да. А насколько этот государственный капитализм будет похож на те режимы, которые в Италии и в Германии в 50-х и 40-х годах существовали? Ну, жизнь покажет. Жизнь покажет, но мы видим, что просто с каждым разом делаются новые и новые шаги, приближающие нас не только в политической и идеологической сфере, именно к тем самым образцам, про которые мы подумали. И во внешней политике. Да? Пока не заключенный вопрос, можно задать? Подождите, давайте по экономике. Все эти темы у нас экономичны. Давайте, да. Ну, конечно, такой вопрос. Я хочу сообщить. Хочется сказать, что российский власт сейчас преднамеренно, искусственно снижает и усугубляет кризис, и кризис, и кризис, и кризис, и кризис, чтобы способствовать перераспределению собственных, что они только дали эти книги, искусственные книгам, и что закроются в линке, и люди не делают, что работают с книгами, и вот путем предсказывания самых книгских, например, предсказывания книг, и о том, что будет еще падать. Катерина, я такого не говорил, и спасибо, что вы задали вопрос. Если сложилось такое впечатление у вас или у кого-то другого, то я с радостью воспользуюсь вашим вопросом для того, чтобы сказать, что я такого не говорил. Хотя, поскольку вы задали этот вопрос, должен признаться, что такие мысли меня посещают иногда. Хотя, еще раз говорю, я такого не говорил. По крайней мере, информация о приобретении акций ряда компаний, менеджментом этих компаний, в момент, когда происходит особенно резкое снижение курсов акций этих компаний, конечно, наводит на серьезное размышление. И вы, вне всякого сомнения, хорошо знакомы с этими случаями, с этими примерами, когда целый ряд менеджеров, и, видимо, не только менеджеров этих компаний, покупают акции этих компаний, которые находятся в точке локального минимума. И буквально события там, буквально нескольких последних дней сообщили о том, когда происходили покупки акций Сбербанка, когда они просили на самую нижнюю точку, и в тот же самый момент были осуществлены покупки на небыванную для нынешнего рынка сумму в 4 миллиона долларов. Поэтому я еще раз скажу, у меня данных, подтверждающих, несомненно подтверждающих этого нет, но, конечно, та информация, которая время от времени протекает с рынка, заставляет задуматься не о том, что фондовый кризис провоцируется российскими властями, а о том, что, по меньшей мере, он активно используется лицами близкими к властям и точно руководством отдельных компаний-банков для того, чтобы приобретать активы по заниженным ценам. Спасибо. Еще вопрос. Давайте, у меня в 2 часа другая пресс-конференция, но я ее отложила на полку. Поэтому еще давайте два вопроса. Подождите, пожалуйста. Виктор, по голосу Америки, скажите, итоги выборов в Соединенных Штатах как-то могут повлиять в перспективе на экономическую и финансовую ситуацию в России? Они могут, в принципе, повлиять на экономическую и финансовую ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Поскольку, как я уже сказал, у нас, конечно, есть определенная связь и с американской экономикой, и с американскими финансами, и с американским фондом рынка, но я бы не стал ее преувеличивать. Потому что видно, что динамика поведения наших основных индикаторов существенно отличается от динамики поведения американских индикаторов. Поэтому степень воздействия американской ситуации в нашем не стал бы переоценен. Что касается возможного воздействия, это будет в определенной степени зависеть от того, как инвесторы будут воспринимать, скажем так, очевидно, выскажем предположение о возможной победе господина Обамы. В этом случае, если Обаму будут воспринимать как продолжателя дела Клинтона и клиентоновской экономической политики, это, конечно, будет в большой степени зависеть от того, кого он назначит в качестве секретаря казначейства и других лиц в экономической команде. Но если рынки, инвесторы прочитают эти, опять-таки, многое есть ли, если Обаму побеждает, если он назначит соответствующих лиц, если эти лица воспринимаются как продолжателями дела Клинтона, то не исключаю, что это приведет к достаточно предсказуемому в течение, пусть, несколького ряда лет сокращению бюджетного дефицита Соединенных Штатов Америки и, соответственно, к оздоровлению финансовой ситуации, с одной стороны. Но, с другой стороны, это тоже надо давать отчет, готовность и желание вмешиваться государству в дела и экономических субъектов у администрации Обамы будет несопоставимо больше, чем у администрации Маккейна. Поэтому... Это хорошо или плохо? В краткосрочной ситуации это может, как бы, так сказать, смягчить текущий кризис, но усугубить длительный кризис и длительные перспективы. По сути дела, повтор, в известной степени, возможный повтор того, что происходило в Великой депрессии. Тогда просто администрация Гуглера отвечала на небольшие колебания все большим и большим и большим вмешательствам. Причем падение экономики они воспринимали, что недостаточное вмешательство. Они вмешивались еще больше, экономика влетает в воду, но еще больше. И, как мне покажется странным, но администрация Рузвельта, хотя это представлено в экономических учебниках, как установление государственного контроля, по жизни, на самом деле, Рузвельт очень мягко стал снимать нагрузку с американской экономики. Но он это делал, поскольку непоследовательно и очень медленно, то и выход американской экономики из депрессии затянулся на практически все 30-е годы. Спасибо. Так, еще есть вопросы? Если кто-то не удовлетворен еще, хочет задать вопросы Андрея Николаевича. Если он согласен, то может в той маленькой комнате продолжить, потому что у меня в 2 часа вообще начинается другая пресс-конференция. Я позвонила, чтобы опоздал спикерс. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Геннадий Денисов, правый человек Сергей Князьков. Скажите, пожалуйста, 24 апреля в Ярославле вы заявили, что Медведев должен выпустить всех политзаключенных. Вот скажите, реально может ли это быть? И вообще какой-то механизм такого процесса? И второе, скажите... Я сразу отвечу, Медведев очень простой. Освободитель. Очень просто. Это самая простая вещь, которая делается в современном мире. Это проще, чем вопросы финансового кризиса, это проще, чем вопросы экономического кризиса, это проще, чем вопросы безопасности на Кавказе и во всем мире. Это гораздо проще, чем построить новые авианосцы, послать стратегические бомбардировщики Венесуэлу. Это проще, чем провести маневры с 47 тысячами военнослужащих в Челябинске и в Оренбурге. Это проще, чем многие-многие вещи. Просто решение, особое дело. Всех политических заключенных. Решение никого. Президенты? Это вообще президентский вопрос. Я говорю, дичька не президента. И вот второй вопрос. Вообще могут ли вообще повлиять на развитие демократических институтов такие попытки, как вот, например, мы знаем, родственники Мателиты Исланы подали в Международный суд на Путина и Медведева, как по Нордусту родственники подали. В данном случае, в том числе, и я был одним из администраторов подачи Путина в Международный уголовный суд, заявление по делу связанному с КПВ по геноциду российского народа. Вот такие попытки как-то могут что-то изменить, видимо, родительскому общественному? Я не хочу, как бы сказать, никому навязать свою точку зрения, но у меня нет больших иллюзий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok